здравствуйте дорогие друзья с вами мария карпинская мы с вами по моему давно давно не виделись потому что 17 числа я выпала и уже не вела передачи и вот сегодня я решила выйти просто по просьбам разных людей и тема сегодняшняя она вот для вас будет очень важная как всегда и почему первое я скажу почему я целую там 17 числа до сегодняшнего дня и не выходила в эфир я ко мне в гости на дачу приехала приехал человек давно ожидаемый из дальнего востока в отпуск свой и не просто в отпуск а духовно поработать на практике посмотреть как я живу что происходит рядом вокруг меня и что это такое вообще то есть теория теории на нужна и практика вот и мы давно с ней списывались и я понимала что мне нужно посмотреть что будет с этим человеком какой он будет эта женщина и вот она приехала и так как все мои разговоры откровения они не повторяются вы же понимаете что это поток такой да он ушел и все и больше его не вернуть и я даже не смогу повторить то на наши утренние и вечерние разговоры уже были с этой женщиной ее зовут евгения и заодно мы проверяли насколько же она 17 года собственно прослушала все мои передачи а когда не было передач она смотрела пересматривала по многу раз и вот из человека который работал вообще в системе и до сих пор она еще в системе вот она как она поменялась что с ней произошло и я в общем довольна для себя сделала удивительный вывод что все таки если человек хочет он будет развиваться то есть речь идет то почему я всегда вела не халява не где-то там взять что-то на халяву заплатить деньги получить чего-то а анализировать следовать пути сравнивать пути и вот этот анализ это собственное развитие собственной мысли собственного мышления поднятия человека на высокий уровень чтобы все уже было понятно и вырваться находясь в мире в этом материальном в этой матрице быть свободной от нее я хочу сказать что я увидела результат которым я довольна мой путь не напрасен и это очень радует потому что и потом мы не разочаровались мы будем вот же не будет уезжать и мы конечно это будут слезы это будет жалко расставаться очень больно будет расставаться и мы будем на связи но все равно вот эти дни проведенные со мной они же не просто дни со мной же невозможно просто вот так жить это каждой секунду каждый раз это здесь сейчас происходящее событие которые обучают и показывают человеку где нахожусь я и где находится он для того чтобы определить эти расстояние расстояние в парсеке это понятно но при этом я хочу сказать что самое главное не то какие расстояние кто какой величины самое важное это подобие вот знаете как геометрия мы проходили подобие треугольничков один маленький треугольничек подобен тому большому вот и я хочу сказать что это такое это вообще моей жизни впервые просто впервые потому что со всеми людьми я мучаюсь это правда вот когда рядом люди находятся я нахожусь в мучениях постоянных потому что мне приходится все время делать не то что я хочу мне приходится ну как быть таким и доктором и матерью и прощать и все что угодно и видите когда у человека не усваиваются уроки какие-то прямо на практике то расстраиваться и тут я впервые впервые рада результатом довольна и довольно всем происходящим просто безумно рады подобие состоялось вот и если вы помните я же вам давала такую молитву рожденный от меня да вернется мне да пришедший ко мне да рассудит он мне так вот женя оказалась пришедший ко мне которая рассудит о мне и самое главное что никто ни в ком не разочаровался обычно когда то есть приезжает к тебе или приходит какой-то человек не проходит пару дня а то еще чего-то и ты уже все понимаешь естественно так как эти вот глубоко видящий но я молчу же всегда до чем вот женя все поняла как я работаю что со мной происходит и это меня тоже радует потому что она вот эти все понимает это что я никогда человек нарушает законы вселенной человек хамит человек ведет себя некрасиво бескультурно не этично но я ничего не говорю когда я молчу и наблюдаю что будет дальше то есть я вообще такой одновременно и наблюдатель одновременно дающие знания со мной можно пройти фантастическую практику так что люди которые проходили со мной рядом близко 7 дней говорили что писали там что это 7 дней которые потрясли весь их мир вот здесь гораздо больше и здесь вот такая радость действительно нечаянно нежданная радость когда же ты встретишь того кто по мерке тебе приходится как это сказать как же ты будешь безудечно рад когда эта мерка придется по росту с кем происходит взаимное обогащение несмотря на то что мой уровень конечно же крайне высокий и мудрый и огромный опыт жизни всего но я просто это никогда не показываю просто те кто надо видят а кто не надо ему не надо вот и я сначала наблюдаю и когда я вижу что за поведением человека что он правильно поступает не нарушает эти законы чувствует то есть он как локатор не славлю и пространство и чувствует как надо вести себя в этом пространстве в которое он попал в это в этом доме в этом пространстве в этой вселенной как угодно и не нарушает ее законов а изучает исследует их и делает правильные поступки на душе моей расцветают розы вот с той стороны тоже приходит радость осознание естественно потому что это так здорово это так прекрасно поэтому у меня может быть впервые за всю мою жизнь ну не впервые конечно но впервые так вот перерыв был длительный появился рядом человек с которым можно быть в немом теологии то есть молчаливым понимание друг друга и разговаривать проговаривать то что приходит каждому и на ум и на сердце на душу на разум на все то есть вот это есть подобие найденное хотя бы одно подобие тебе это уже укрепляет силы это то это возможно это уже решаемая теорема а когда люди не имеют подобия и вообще с другой оперы то конечно это трение это сопротивление это боль и жить очень сложно это то что я вот хотела сказать но даже разговаривая об этом приезде но все равно кто нужно извлечет для себя в руки у нас было столько разговоров за эти дни столько откровений утром обычно я утром собираю за столом вот сейчас самое главное о том как же правильно жить так чтобы не тянуть день вчерашний день сегодняшний вот когда-то мальчик мише шести лет сказал что в его стране где который находится во вселенной есть такая пословица каждый день новый день когда мы ложимся спать ночью сейчас такая пора наступила что очень много так скажем сущности демонического вам же не надо это объяснять я вам говорила посмотрите визитеры посмотрите то-сё пято-десято если вы пойдете в шоу-бизнес вот я тут мне тут одна девушка тоже женщина рассказала что там не звонил и пытался на телевидении пригласить там кто-то оказалось что это какой-то там гоген солнце ну такой как или сказать и не девушка и мужчина но такой своеобразный человек очень любопытный и с ним очень сложно можно попасть под любое искушение ну они у него очень такие примитивные для женщин которых легко искусить и он искушает там что-то на одной женщине на старухах причем на женщинах которые уже стали старухами он пытается их омолодеть чего-то проводит свои короче эксперименты и на этом всем развивается что при там чувствует женщина я могу предположить то есть они попадают в такую систему где они там за 60 они переживают какие-то ревности еще что-то ну видимо такие люди как гоген нужны потому что если эти вот люди из советского времени не пережили это им надо пережить и поэтому мне когда-то было сказано там свыше что мы будем топтать невинность поскольку это страшнее порока так вот невинность это незнание нежелание знать нежелание думать не нежелание анализировать это страшнее порока и поэтому здесь на всех уровнях происходит одно и то же куда ты не глянь я вот тут опять пока сидела мы тут посмотрели этого моргенштерна это уже такая ну совсем уж там внизу и вот он тут фразу такую хорошую сказала не могу матом сказать вместо мата я скажу фигню а там на букву х да я написал такую фигню что сам офигел можете перевести на матерный язык то есть человек уже даже не говорит там нет поэзии мычит какие-то нечленораздельные звуки издают а за ним миллионы его смотрят миллионы его приглашают везде он получает огромные деньги вы себе задайте вопрос что это такое что это такое до какой степени как-то сказать все хорошие люди нормально несущие в себе нравственную основу ушли в сторону я вернусь опять к этим вот когеном значит он хочет сделать передачу судя по всему где пригласить разных учительниц вот из старого времени и заставить их там то круть обнажать то еще что-то ну вот мне как раз написали что готовы ли поучаствовать передачи чтобы обнашить грудь я им ответила специфически до после этого они попросили там еще одной женщины телефон и написали что она живут там порно выступала но что я написал на воротах освенцам было написано каждому свое каждому свое но то что я бы сказала этому гогену пусть бы он делал то что он делает пусть он варит вар для грешников пусть он топчет невинных почему мне не жалко потому что эти люди должны прийти вот таким вот образом к осознанию порой чтобы прийти к осознанию необходимы какие-то жесткие меры и они сейчас применяются поэтому идет такой процесс вообще сложные для многих людей потому что людей нужно пробудить они же прекрасно спят я тут пока это вот слушала там мы смеялись уже вдвоем теперь разбирали все это жене там эра водолея новая эра вот это какой-то краньон там я его лет по моему 7 или 8 назад слушала сразу один раз или два и поняла что к чему что это собирается энергия людей куда-то в какие-то там высшие эшелоны космических этих инопланетных существ но это вот и сейчас все до сих пор это продолжается и вот значит как только начинается со слов дорогие мои и все на одной ноте все просто не живое дорогие мои сразу вижу такую пасть раскрыта сейчас проглотит надо бежать и вроде бы информация такая что вот ждите сидите ничего не делайте в общем понятно что ничего не делайте пища должна быть готовой к потреблению то же самое там новая эра вроде они там что говорили одно теперь вот через 30 лет что-то произойдет через 30 лет мы все помрем вот это можно будет по новой все это начинать и говорить еще откладывать и так далее то есть и я предлагаю никому ничего нельзя ждать потому что если вы будете ждать то ничего хорошего из этого не получится а надо анализировать мыслить и двигаться в глубь углубь самого себя внутрь к своей душе сквозь все эти метеориты дождей ума сквозь все сквозь этот мусор сквозь все двигаться только к себе к своим размышлениям к своему пониманию к своему развитию потому что еще раз напомню для тех кто забыл или не слышал так уже вышло что вселенную сотворил бог шиван а пока он медитировал бог брама это беды сотворил людей животных и еще им сказал когда они оказались голодными по его сотворению жрите друг друга ну вот это все безобразие началось потом пришел шива долго плакал и нашел выход то есть он для животных сотворил растения и для людей и был предложен выбор то есть каждый человек животное могло стать вегетарианцем или многие остались хищниками выбор всегда есть для всех а теперь посмотрите какие интересные вещи происходят здесь вот у меня тут пришла кошка беременная все на меня залезала ложилась и скинула на меня свои на самом деле вот эти боли потому что у нее что-то там молодая кошечка беременная то есть они тоже вот сейчас и животные но животные в отличие от людей а это же на самом деле все животные относятся к браме значит они демонические и они развиваются быстрее чем люди посмотрите в интернете вы же видите как начинают быстро развиваться животные многие уже скоро заговорят человеческим языком что происходит с людьми моргенштерн затягивает куда затягивает неизвестно куда и все это вот идет деградация остается только людям стать на четвереньки лаять гавкать и забыть даже русскую речь я уже сказала и повторюсь еще раз что я не могу повторяться я не могу вернуться к дню вчерашнюю вот это самое главное как жить так чтобы не тащить день вчерашний день сегодняшний и вот сегодня утром как раз у нас тема была за столом и я ее немножечко вот я просто раз когда рассказывать о том что уже произошло и вот я беру просто ту тему которая была утром за нашим столом то есть как тема практики потому что так вышло что за это время пока здесь женя находилась она очень много анализировала очень много думала двигалась и в какой-то момент все равно каждый человек застревает и вдруг она застряла до ночи она же проходит по-разному что такое ночь одни люди ночью спят мертвым сном мертвецким да а другие вот монахи там и все проходят бдение то есть когда в ночи ты бдишь то есть я допустим по ночам не сплю и я сплю но я не сплю то есть у меня даже бывают битвы там по ночам и сегодняшняя ночь вот она ознаменовалась некой битвой с неким существом неизвестного содержания но я просто воин самое интересное что кошки я немножко отлучила от себя я ее кормлю я не даюсь больше ей садиться на меня она стала ложиться на грудь там на все такое говорят что забирает негативную ну так получается что с меня немножко по другому происходит она от меня уже излечилась она от меня от меня многие лечатся люди кто слушает кто чего и вот и животные и последнее время тут что-то страшное происходит потому что даже жуки ползут в дом животные прибегают и все приходят это у меня уже такое было к тебе полечиться и ты вот становишься доктором айболитом для них это тоже удивительные вещи вот я уже сказала что я не могу повториться никогда не повторяюсь день прожит он отпущен и забыт и и все и больше не надо потому что и каждое утро вот и произошла такая заминка утро я начинаю с того что приветствую солнце и самый главный день новый день пришел при здравствуй новый день вот день пришел он так прекрасен он удивителен тут солнышко появляется там я же на даче живу тут у меня вокруг деревья тут вообще всего навалом как говорят всего навалом изобилие полное и грибов много и всего и вот здравствуй новый день и вот в этом дне нужно снова как бы после ночи отряхнуться и начать новую жизнь как будто только что родился только что начала то что было тот день сама себе вчерашний позаботиться вчерашний день сама себе позаботиться поэтому жить надо в сегодняшнем прекрасном дне и при этом конечно своей мечтой стремляться прекрасное будущее люди же толкутся вот какой-то грязи в какой-то жижи я не знаю чем они занимаются все они верят всем подряд вот знаете меня просто удивляет вот там же не говорит я вот как ты же говорила в своей передаче что не доверяйте им не проверяйте и я на себе проверила все то что ты говорила и оказалось правда оказалось все правда и поэтому вот она сдвинулась с мертвой точки но люди так ленивы они порой слушают но они не хотят анализировать проверять и да многие люди там допустим пишут звонят я сейчас многим не отвечаю и я вам скажу почему потому что у нас 7 сентября открывается выставка в этом саде вот в Петровском да от МГУ на проспекте мира природа планеты детских рисунков из 40 стран мира это очень серьезная подготовка это серьезный проект который уже выливается в что-то новое и посмотрите я вам сейчас даже расскажу вот как бы мы начали этот проект природа планеты ну и просто мир глазами детей вот художественные рисунки выставки мы поездили побывали в Турции в Москве выставлялись там а в Турции дважды в Москве по моему трижды я уже забыла где там чего и как-то мне уже стало скучно потому что уже повторение я этого не желаю и тут вы знаете находится удивительно я же живу в Подольске и вот прямо рядом с моим домом через два дома вдруг я иду читаю выставка галерея Андрея Полякова а когда-то когда 2006 2007 годы я была на Зерковской набережной и там у нас был такой художник он же играет под гитару Андрей Поляков и он рисовал меня как в образе Марии Магдалины портрет этот где-то там у меня лежит и вдруг я думала вдруг это он ты еще рядом через два дома звоню оказывается он и за это время он преуспел уже получил много наград он уже стал художником действительно вот высокого плана ну раз он рядом а у меня возникла до этого мысль такая что надо это про будущее да что надо бы уже как-то перестать столько ездить устаешь можно конечно выезжать каждый раз с собой тащить картину надо галерею делать и тут она галерея Андрея Полякова и мы вместе решили объединить наши усилия и сделать подольский какую-то там детско-взрослую галерею которая будет и как сотбис детский еще посмотрим что к чему ну в общем мысль брошена встреча произошла и вот завтра будет тоже с ним встреча он приедет к нам на дачу в гости вот уже развитие событий идет да то есть человек события а ведь это был 2005 2006 2007 год да как давно сколько лет уже прошло и раз мы встретились мы потерялись встретились и встретились и оказались рядом видите чудеса они происходят постоянно и вот тот кто живет рядом он видит вот эти причинно-следственные связи чудесные явления которые бесконечны продолжаются там здесь идут и идут и конечно честно говоря если человек оказывается такой вдруг видящий ну который замечает все потому что если люди вообще не видят они слышат они офигевают они офигевают от того что происходит вокруг и все это работа мысли для того чтобы это происходило в вашей жизни чтобы вы выбрали вам надо выбрать где вы будете жить в сказке вот помните как в матрице выпьешь таблеточку вот это окажется в сказке а выпьешь эту проснешься и скажешь что все это был сон вот то что происходит с теми кто меня слушает порой так и происходит они снова выпивают вот эту вторую таблеточку просыпаются и забывают даже что это было хотя были рядом какое-то время и все они потерянные а кто-то выпивает другую таблеточку и живет в этой сказке так вот я уже живу в сказке и вся моя жизнь это сказка и те кто оказывается рядом попадает в эту сказку и никто из них не разочаровывается разочаровываться могу только я в людях которые попали допустим не туда они не зрелые не готовые вот и поэтому я раньше я приглашала к себе без разбора сейчас я очень тщательно изучаю каждого человека понимаю его просматриваю вот смотрю за его поведением тоже если вот это через youtube мы познакомились она слушала эти передачи еще раз семнадцатого года и я мысленно вот и всяко наблюдала потом переписывалась потом созванивалась и вот я не разочарована но то что надо подработать и вам и ей это никогда не тащить день вчерашний в день сегодняшний еще раз день вчерашний сам о себе позаботиться выбирайте если вы хотите жить в сказке если вы хотите жить в красоте какой-то да вот я сейчас вам покажу это мы тут лечили кошечку какой-то да у нее здесь было что-то такое надо было прижечь зеленкой она естественно вырвалась и вот меня прямо так поцарапало оставил мне такую царапину ну после этой царапины вот знаете это чудо я вдруг почувствовала что эта кошка есть и внутри меня она как бы в меня вселилась и тут сегодня и вот напомню ночью вдруг я почувствовала эту кошку астрально вот а до этого я думаю что такое вот я просыпаюсь иногда у меня где-то вот здесь вот царапинки как будто вот кто-то кокотками поцарапал думаю что такое ну и я не могу у меня нет ногтей чтобы поцарапать вот и сегодня ночью я ощутила что она астрально приходит эта кошка и вот она почему-то любит я даже может размещу потом вложиться вот сюда вот вот к этой творческой чакре как воротник да и тут она тоже это сделала и я почувствовала эти коготки я сказала ну-ка слезай отсюда еще по ночам не хватало мне вот такие вот чудеса происходят но тот кто просто живет без сказки в этой вот реальной жизни своих проблемах своих там глупостях он скажет что мы чудаки что мы сумасшедшие да мы сумасшедшие потому что мы живем сказки и я всем даю эту сказку с самого начала и остров буян я вам предложила вот и все что нужно вот я опять исходя то есть я проверяла что на самом деле значит мои вот эти разговоры и Женя сказала что Мария ты дала все ты дала уже все но у меня каждый день есть чего дать только бы вопрос смогли бы ли взять смогли бы люди взять вот еще раз акцентируюсь на самой важной утрешней теме сегодняшнего дня ни в коем случае нельзя тащить воспоминания ночи и воспоминания дня вчерашнего сегодняшний день каждое утро встав там если вас мучают какие-то там ночные там кошмары впечатления я не знаю если вы где-то по ночам бываете идите облейтесь холодной водой смойте с себя всю эту тяжесть там ночи допустим или воспоминания вчерашнего дня вспомни все и снова память вытопчи чтобы в новом дне она не завелась и в новом дне начинайте как будто бы родились только что но у вас столько знаний да еще конечно беда с человечеством произошла и как это сказать еще и поработали над людьми так называемые разные экспериментаторы у нас же было изначально планировалось 12 цепочек ДНК осталось 2 сейчас еще хотят совсем еще одну убрать чтобы уж совсем была одна так легко одна цепочка это человек как линия две цепочки это человек как вот картинка да люди живут картинкой нарисовали картинку они на это реагируют вот три линии это уже понимаете кубы и человек уже живет в трехмерном и так далее четырехмерном пятимерном так вот конечно людей приводят уже к одномерности вообще жуть какая-то и говорят что это хорошо я многое не договариваю и то что я не договариваю вы должны сами соображать сами думать сами мыслить сами размышлять сами смотреть что кругом происходит понимаете и двигаться вперед но самое главное стройте каждый свой новый день заново как будто вы родились и у вас есть те знания только хорошие которые вы взяли из жизни да очень много на самом деле вот я же прожила тоже вот эту боль кошки невероятную молодая кошечка она голодная здесь мы ее вот кормим до сих пор она родить мы ей здесь ей не позволили она нашла богатый дом потому что мы же уезжаем на зиму и как она будет жить она где-то там нашла но ее там не кормят где-то она там нашла теплое место и мы ее кормим и вот то что я вижу ведь страдают все если вы откроете глаза просто откроете то вы увидите весь ужас этого мира что здесь все в страданиях диких и деревья страдают и травы страдают их косят им больно и животные страдают и все друг друга поедают но что вам говорить я так много говорила об этом что минимально что я могу да это как бы перейти в состояние веганства как собственно вот и не трогать хотя бы вот выйти из этой пищевой цепочки животных да и войти в немножечко вот мир растений потому что они мудрее хотя животные сейчас быстро развиваются но растения чувствуют боль сильнее больше чтобы вы просто знали цветочку подходишь хочешь его оторвать он пугается да ему больно они страдают и весь этот мир построен на жутких ужасных страданиях просто без страданий здесь и жизни нет он так построен страдают абсолютно все чтобы вы просто поняли и для того чтобы ну как это сказать что то вот почему когда я говорю вот они говорят на этом собака и все кто есть животные начинают слушать слушают растения природа деревья замирает почему потому что я как этот доктор и болит нахожу путь для того чтобы плавно как-то перейти самой и перескочить со всеми своими окружающими деревьями травами животными тот мир где не будет ни обмана ни лжи ни боли ни страданий я знаю как он устроен этот мир я просто все это вижу понимаю вот а вам даю совет потому что время как таково это энергия и когда вы представьте когда вы тащите из вчерашнего дня в сегодняшнее время вы тащите энергию ту которая должна уже уйти куда-то там и быть ну на своей линии и когда вы тащите вы делаете больно и себе и времени и время вам отомстит тогда и всем 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 так что дорогие мои друзья я надеюсь что мое появление для вас будет не просто там чем-то радостью ведь и знаете все такие люди такого плана как я они уходили на какое-то время но я не в пустыню уходила я ушла вот на общение с другим человеком и я очень рада что вот это все происходит для меня такое вдохновение такая радость и я уже сказала что у нас выставка и еще мы развиваем проект кино многосерийного фильма о Пушкине и там и там я являюсь директором генеральным и продюсером и поэтому мне приходится делать очень много помимо всего бумаг общаться с людьми и у меня нет возможности вот так как это сказать там напрямую с кем-то говорить я бы очень рада с каждым поговорить но у меня просто вот действительно хотя когда люди дозваниваются я все равно разговариваю но заметьте я заметила одну вещь вот человек звонит мне ну ты же звонишь или я ему звоню ты же как-то взаимообразно услышишь другого человека что он хочет сказать то есть надо уметь сказав какую-то фразу замереть и выслушать а что другой человек хочет сказать но обычно люди дудят как дуду свою они даже не слышат что ты хочешь им сказать тогда я просто замолкаю трубочку откладываю пусть себе говорит сколько угодно сам собой или сама собой вот так дорогие друзья я очень хочу чтобы вы все начали понимать осознавать не надо обижаться вот ни в коем случае потому что надо принять только одну формулу либо мы все те кто меня слушает либо мы как-то будем прорываться вот в новое пространство и в новый мир и изучать законы этого мира не просто там как эти хамлу да какой-то а вот понять как как познать ограничения Бога чтобы войти в его мир чтобы быть впущенным вот но если вы слышите звук природы вы уже близко вы уже стоите у заветной черты поэтому я приглашаю вас в сказку ту сказку которую придумал для нас творец то во что она превращена я говорю творец не один творец нашей души вот и я предлагаю вам следовать за ним пришедший к нему да рассудит о нем понявший его понимать Бога на то станет как он станет умнее да ведь все религии учат не понимать Бога и не рассуждать о нем я же учу вас обратному почему надо это делать потому что внутри каждого из нас он вложил кусочек себя самого и изучать нужно это то что относится к душе а не то что к телу вот эти бабенки за которыми Гаген там делает с ним какие-то жуткие шоу замуж за них и вперед или что-то это же он делает все внешне он их там причесывает он их одевает ну то есть это только тело это разговор идет о теле может быть при этом конечно меняется там что-то и в душе появляется красивое это хорошо но идти нужно не от внешнего к внутреннему а наоборот от внутреннего идти к внешнему и тогда все будет хорошо ну вот дорогие друзья я не знаю когда я в следующий раз появлюсь может скоро может не скоро вот как стукнет вот и как придет как захочется что-то еще там писали да писали про я там прочитала про Никиту Джигурду я сделала только один маленький этот надо еще дальше продолжать там всякое разное вы поймите тоже одну вещь вы все смотрите внешними глазами а вы научитесь смотреть не внешними глазами даже не за поведением это все не имеет значения есть куча людей которые научились хорошо манипулировать говорить которые показывают такое ах какое поведение на самом деле внутри чернота вот здесь человек внутри совсем другой посмотрите какая энергия в нем присутствует смотрите в глубину не смотрите вовне вообще некоторые пишут что не может Высоцкий быть таким как вот Никита Джигурда то есть может потому что вы не знали Высоцкого вы вам нарисовали его образ на самом деле я вот в наш дом на Кутовском проспекте приходил Владимир Высоцкий и он так же вот вы смотрите на меня да ну вот что вы обо мне знаете ну что да ничего меня познают только те кто находится очень близко рядом и видят меня каждый день утром в обед и вечером видят что я делаю что я думаю что я говорю остальные люди они не могут заглянуть в мою душу не зря говорят человеческая душа потемки и поэтому люди меня не видят но они как то могут кто то прозревает кто то понимать начинает я очень рада что вы рассуждаете как там пришедшие ко мне да рассудят мне да то есть вот эта частица бога которая есть во мне она наиболее полно реализована и поэтому тот кто приходит ко мне начинает я предлагаю во мне рассуждать думать рассуждать анализировать сравнивать с собой и так далее и тогда вы начнете что-то понимать ну вот самое большое понимание все-таки теория теория и практика ну вот я не могу эту практику дать всем понятно и школу организовать я тоже не могу потому что знаете школа это тоже вот пришел человек там что-то рассказывает все фигня и это все все эти тренинги это все полная фигня это все искусственно это все рукотворное а когда вот человек находится рядом со мной а происходит нерукотворная вещь потому что это жизнь сама вот и допустим тут-то Саша все время со мной была и появляется Женя и интересные моменты ну это всегда так было очень интересно вот и друг дружке учатся и всякое происходит вот и чтобы Саша кому место свое уступило так это же спаси Боже и тут разные вот она жизнь а у вас это есть если вы немножко от моих этих прозреете вы можете это наблюдать в своей семье в своем доме среди своих друзей вот все это будет нерукотворное так что дорогие друзья я желаю вам вот этой сказочной жизни давайте уже вступим вступите в сказку и начнете жить сказкой все всего доброго с вами была Мария Копинская до свидания